об не успел опустить сразу же хариус 1 говорят не отпускают не могу же я такого больца взять придется отпустить об тоже мелковат но этого возьмем может быть приготовлю в избушке вечерком сегодня с ночевкой а так хариусовой рыбалки конечно поиск решает чем больше и ищешь чем больше сверлишь лунок тем больше шансов еще одна лунка проверим если рыба в этой луночки рыба тут есть причем что-то хорошее ударил еще одна поклевка тут мелко кстати все похоже укололся вот да это уже зачетный карисишка вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, обустраиваюсь потихоньку Сейчас весна, наст Самое время для того, чтобы прибраться здесь Ну и заготовить дров На год вперед Елки-палки! Еще и снега принес Субтитры сделал DimaTorzok 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 Приехали Дрова привез Сейчас часть поколю Поскладываю здесь в избе под нарами Ну а остатки сложу там уже на улице под крышей И все, на этой избе Дров достаточно будет Решил одеть местную куртку Она как раз для таких целей Дровишки поколоть там Что-то у избы поделать В той просто жарковато Аккуратнее 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 Субтитры сделал DimaTorzok Аккуратнее Субтитры сделал DimaTorzok Ну и все, с дровами разобрался Сейчас надо приготовить что-то на ужин Себе и собаке За целый день я один раз только чаю попил Так что Учитывая, что время сейчас 4 или 5 уже вечера Думаю, что покушать не помешало бы Взял мясо с собой Хочу сварить суп Вот из такой банки Посмотрим, что из этого получится Пахнет неплохо Мясо лосятина порезано мелко Поэтому сварится достаточно быстро У разбоя сегодня будут макароны с мясом В составе написано, что картофель есть уже Но я решил почистить Добавить картошку Думаю, что лишним не будет Тем более, что здесь соотношение один к одному У меня водички явно больше будет в кастрюле Сейчас поварится немного мяса Добавлю потом картошку И минут через 10 добавлю уже банку Потому что банку варить надо всего лишь 3-4 минуты Ну и посмотрим, какой супчик получится Ну вот столько картошки почистил Добавлю, думаю, что сгущий будет Повкуснее Сейчас ходил на речку с ведром за водой И вполне поднял крикоша Конец марта В это время у нас вообще о крикошах и речи быть не может Здесь вполне еще бывает гоголя Но крикоша вижу в первый раз Да и зимой его здесь не было То есть это уже явно прилетел На днях было еще минус 25 градусов Короче, отчаянный крикош Ладно, все, добавляю картошку Думаю, что уже пора Занесу оттаять ледобор Хочу поменять ножи Сегодня отчасти раньше времени рыбалку закончил Как раз из-за тухих ножей На днях пришел вот такой ящик Заказывал, посмотрев рекламу в интернете Там говорят, что он очень прочный Можно даже вставать на него Ну, садиться я пробовал Он держит Единственное, что в мороз, наверное, я бы не рискнул это делать Хотя пластик, в целом, ощущение такое Что он не как обычные ящики для инструментов Которые ломаются при первой же нагрузке Хотя в мороз, думаю, что и этот пластик тоже сломается В целом, думал, посмотрев рекламу Что он гораздо толще и прочнее А так вот, смотрите, он достаточно тонкий Весь изгибается такой Сколько прослужит, не знаю Будем посмотреть Но в целом, чтобы вы знали Он вот такой вот Кто тоже заказывает в интернете Не имея возможности пощупать, посмотреть Так, ну все Разбой и ужин готов Поехал охлаждаться на улицу Ну и думаю, что пора баночку запускать И обжечься бы еще Запашок такой благородный, я бы сказал Ну все, супчик готов Пускай немножко остынет Минут через 10-15 Можно поужинать Вообще, по поводу готовки В лесу чем проще, тем лучше Но в то же время хочется и повкуснее Поэтому вот готовая банка Это прям то, что надо Я бы брал там различные готовые Блюда типа кранидов Но это все довольно дорого Поэтому постоянно, конечно Брать такие вещи не будешь Так, порядки исключения Иногда в охотку, конечно, можно приобрести Думаю, два кусочка хлеба мне хватит На самом деле, весна, конечно, уже чувствуется Во-первых, установился наст Ну и весенние птицы Ну пока еще такие ранние Но уже иногда звучат Такие, как сычики Допустим Вот по вечерам, ранним утром Трели дятлов Прям вообще, когда тихая погода Ожесточенно просто по лесу разносятся Короче, веселее становится Потому что зимой-то совсем тишина Разбой пошел куда-то прогуляться Но он в этот раз рядом с избой Не бегает на речку Иначе пришлось бы его сразу посадить на цепь Потому что там промоины Довольно опасно Тем более, что норки, выдры И вот, как видим, утки Короче, могут спровоцировать его Полезть в воду Сейчас планирую подготовить Ледобур с Настей А завтра денек Уделить рыбалке на Хариус Посмотрим, что из этого получится Надеюсь, что погода будет нормальная Ну, супчик такой Жидковат Я бы сказал, получился Ну, в принципе, суп Он и должен быть таким По идее На то он и суп Разбой вынужден подождать еще Ну, а я могу и горячим поесть Нормальный супчик По-домашнему получился Ну, вот, время 7 часов Уже 5 минут 8 А на улице еще светло Ножи, которые стояли уже, конечно Достаточно сильно засажены Их так просто Вручную на камешке Уже не поправишь Ну, либо целый вечер Идется трудиться Но есть новые Так что сейчас поставлю Ну, что, спишь? Давайте Покушать наложу Не знаю, остыла нет Не полностью, наверное Сейчас постараюсь Вот так сверху Все, наверное, все равно Не скушаешь Да, разбой А это на завтра Останется Я жду Горячая Нормально На улице снег повалил Ну, что, наелся Съел полностью Все Но пока, наверное, не буду добавлять И так толстый Толстый стал Потому что двигается мало Солнечное утро Солнечное утро следующего дня Разбой лежит на солнышке Греется Ночью морозе Сбыл где-то минус 15 Может даже ниже Вчерашние лунки Скорее всего Крепко промерзли Поэтому сейчас поеду Сразу же сверлиться В другом месте Сегодня опять Начало Вот с такого мальца Немножко побольше Но тоже маленький Тоже отпускаю Сначала Стараюсь отпускать Мормышку А потом уже Мелкую рыбу Короче Заинтересовать Если там еще что-то стоит Мормышкой А когда отпускаешь Вот эту вот мелочевку За ней рыба может сорваться И убежать Короче Поддаться панике Мелковат Мы этого возьмем Конечно Клева нет А на ушу На ушу На уху Надо бы как-то Насобирать Ну вот Попался опять Вот такой Хрюсок Но мелковат Буду отпускать А так На 20 лунок Несколько малышей Попалось Из них только Одного взял Крупника нету Совсем Но я в поиске В надежде Найти ту самую Лунку Которая Опять по-моему Мелочь клюет Которая В корне Исправит ситуацию Вот попадаются Такие Не знаю Брать их Что ли Мелковат же В общем Отпускаю В том подык В общем В том подык В том подык Вazzу Взб Вưng В지만 Вязать вернулся в избу короче пообедать отдохнуть немножко устал как собака лунок 50 просверлил поймал одного харюска поймал больше взял одного потому что все мелочь после обеда немножко попробую на блесенку если найду сейчас в своей коробочке в тех же лунках сверлить наверно больше не буду короче все с меня хватит и ножи стали такие же как были те которые я вчера менял в общем поел суп вчерашний попил чая с блинчиками немножко отдохнул и вот такую блесенку я поставил сейчас на нее в старых лунках проверю если клевать не будет то рыбалку на этом закончена сегодня в избе прибрался более-менее немножко оставил вот там в пакете продуктов ну там макароны такое что не портится медведь до этого момента в избу попасть не мог дверь вот всю разгрыз но проникнуть внутрь пока не удавалось поэтому будем надеяться что и сейчас не удастся в этот раз уезжаю закрывая ставни на окне потому что может быть медведь уже скоро придет и не факт что до вскрытия реки сюда еще раз приеду так что оставляю все в таком виде закрою дверь закрою окно вот в этом мешке как раз накопившиеся консервные банки ну и вот так мое барахло выглядит данный момент как и планировал с блесенкой пробежался по старым лункам но попался только один маленьких рисок на этом все реке поднялся сильный ветер так что рыбалку сейчас буду заканчивать поеду домой давайте ребята всем удачи и до скорой встречи прошлый раз когда я был в этой избе прибирался в самой избе и здесь под навесом убирал всю щепу накопившуюся за зиму но после меня были люди попали они в какую-то передрягу ну или по каким-то там причинам вынуждены были посетить избу может быть ночевали пожгли видимо моей дрова и взамен решили поколоть запас но сделали это из моих дров и оставили вот такой бардак короче сейчас здесь мусора больше чем у меня накопилось за всю зиму потому что каждый раз после того как занимаешься дровами колешь то надо конечно прибирать я сейчас привез дровишек то есть любом случае буду мусорить и прибираться потом но так делать нельзя как пришли в избу вот как было до вас так и должно остаться или даже лучше здравствуй избушка но справедливости ради надо отметить что в избе все как было так и оставлено видно что при уходе подмели пол короче все хорошо все нормально вообще не принято ходить по чужим избам но не приветствуется это я между по избам за которыми кто-то следит ухаживает без острой необходимости если конечно у вас поломалась техника где-то в районе избы надо отремонтироваться за ночевать может быть для того чтобы продолжить ремонт либо завтра выйти домой может быть у вас что-то со здоровьем случилось и вы просто обессилили может быть заблудились и наткнулись на избу то конечно начуйте пользуйтесь дровами продуктами всем что есть в избе вообще никто вам плохого слова не скажет но после себя конечно надо оставлять порядок ну и каждый раз когда поднимается такая тема находится в комментариях персонаж который напишет обязательно что если строение не зарегистрировано по закону значит она является общим и пользоваться могут все да конечно я об этом и говорю если какая передряга пожалуйста пользуйтесь избой всем что там есть сколько понадобится но если передряги нет то это нежелательно это просто отношение между людьми это уважение к чужому труду потому что кто-то за этой избой следит за состоянием печки трубы разделки крыши окна до всего что там есть за тем что там были дрова и так далее так что такие мысли ладно все я буду выгружаться приехал на озерка с целью половить живца чтобы поставить жерлица на налима но рыбу так и не нашел нашел только полу живых сорожек подо льдом кое-как плавают явно нехватка кислорода опять замор видимо в этом году на этом водоеме и окон куда-то тоже сместился болеет скорее всего он все равно клевать не будет в общем решил перекусить выпить чайку из тормоз чайок с бутербродом батон с маслом сыром чайок с бутербродом а Ну, в общем, рыбу я нашел. Да, это, похоже, опять замор. Она скопилась в определенных местах. И далеко не факт, что она будет клевать. Несмотря на то, что ее тут так много. В общем, попытаюсь. А нет. Вот, клюет. Первый живчик есть. Сейчас приготовлю кан в таком случае. Он, правда, совсем мелкий. Приобрел в этом году вот такой новомодный кан. Посмотрел видео Бориса Рябченкова, если не ошибаюсь, с именем. Ну, вроде как кан неплохой. Единственное, что мне, возможно, он не совсем подходит. Мне надо что-то поменьше размером, вероятно. Но так в хозяйстве пусть будет. Вот этот уже побольше такой. У меня, кстати, уже съели опарышей. Парышей. Да. У меня, конечно. Ну, это уже. Перевер а этот даже крупноват будет на живца ладно возьму а приехал в то же самое место где в прошлый раз ставил на налима вроде как попала неплохо так что место неплохое вряд ли эту всю рыбу выловил короче попытаюсь еще раз первый момент по поводу к на то что не понравилось это молния она же промерзает вот это у меня промерзла поэтому открыл только маленькое окошко буду через него доставать живцов живцов запасом поймал кстати не знаю сколько штук но не такие крупного ты конечно по большей части но ничего пойдут живца насаживаю за спинку повыше позвоночника чтоб не повредить чтобы он более подвижен был и дольше не засыпал опускаю до дна а потом немножко приподнимаю так чтоб он был над самым дном делаю это для того чтобы он не лежал просто на дне хотя бы сколько-то двигался ну и привлекал налима тем самым вообще конечно есть надежда и на щуку но честно сказать еще ни одной щуки я в этом месте не поймал все жерлицы ставлю вот в таком направлении от берега для того чтобы по красоте просто все было если будет поклевки то это будет очень интересно смотреться с утра засыпая снежком чтобы лунки не промерзла крепко вот так выставился вдоль бережка 10 штук теперь оставляю на ночь результат увидим уже утром метель капитальная на улице я в избушке сижу хорошо тепло не дует и так прошла ночь настало утро и у нас сегодня метель насыпала снега сантиметров наверное около 10 короче вернулась зима ночь простояли ловушки на налима и сейчас поедем проверять посмотрим если какой-то результат подъехал к жерлицам сработки есть и их немало это радует но может быть часть из них опять активировал сильный ветер который здесь прям лютует в общей сложности 7 размоток на 10 крючков здесь размотана полностью и да что то есть первый налимчик нормальный такой джинджер а и и вот здесь что-то серьезное по крайней мере серьезнее тех наливчиков хотя сейчас полегче пошел может просто на дне держался за что-то да такой же точно просто мощный мощность каким-то пятном последняя сработка размотан полностью вот здесь покрупнее предыдущих вот такой налим в избушке взвешиваем но там конечно безмен он условно показывает правду остался последний крючок последняя жерлица жерлицы я сматываю рыбы достаточно да и погода такая что не охота тут возиться ехать опять ловить живцов так что пока на этом налимую рыбалку заканчиваю один два три четыре пять на 10 ловушек 5 штук кпд 50 процентов итак посмотрим сколько весит вот этот вот престоводный монстр два килограмма 300 грамм и 400 где-то так 2300 будем что вот такая огромная печенка у нас тут местных рыбаков налимов отношение такси не особо и а на самом деле не заслуженно рыба довольно неплохая вкусно и костей вообще практически нет только хребет немножко ребрышки там уха из налима отлично особенно если печенку куда кинуть но вино и вот это не очень хорошего отношения к налиму его внешний вид очень уж он напоминает лягушку и и вот это шкура многие люди как бы не любят брезгует на самом деле шкура очень вкусная особенно вот когда в муке поджаришь именно вот эта шкурка дает прям незабываемый вкус и в ухе тоже короче к нему привычка нужно я думаю так ну и когда разделываешь те же самые лягушки часто попадает в животе налима это тоже некоторых отталкивает хотя щуки же тоже точно так же едят лягушек но особо это никого не отталкивает так что в первую очередь наверное внешний вид налима пугает людей печеночка но вот лично мне налим нравится несмотря на его внешний вид хоть щучка половлена окуня половил а хочется именно налима там в ухе поесть жареного но в большом количестве он мне тоже не нужен вот поймал сейчас хватит потом может быть через недельку еще продублируем поездку за налимом ну как то вот так тем более что хранить его непонятно как замораживать не будешь он пожелтеет потом уже все равно вкус не тот и солить налима там я не знаю мы не солим хотя говорят вроде как можно такая же рыба если его слегка подсолить заморозить и потом жарить вот как раз в муке я думаю что вполне тоже нормальный вариант надо будет как то попробовать но если попадет побольше какой нить раз хотя я просто не ставлю сейчас помного ловушек вот 10 штучек поставил и все хватает мороз и солнце день чудесный сегодня еще к тому же метель короче вот такая погодка сегодня сегодня кстати ночью не ночевал в избушке ездил домой приехал сюда с утра и сегодня опять я с новыми санями ПМД от Бизон короче ссылку на телеграм-канал ребят которые делают данные сани оставлю может кого-то заинтересует кто-то приобретет в данный момент у меня как бы положительные эмоции от этих саней посмотрим что покажет временной тест потому что именно на прочность только время может показать а так сделано все добротно швы качественные здесь еще и пазы вот так вот везде я посмотрел по периметру везде сделаны пазы туда вставляется лист ПНД и потом еще обваривается короче прикольненько так старые сани про 600 вообще ничего плохого про них сказать не могу три года эксплуатации только в этом году пробил по осени когда вывозил мясо лося в мороз сучком видимо пробил небольшая дырочка сани еще прослужит верой и правдой очень долго а вот металлическая обноска конечно сломалась в этом году переваривал усиливал единственное что хочу сказать по про 600 я всегда на лето убирал от прямых лучей солнца для того чтобы ультрафиолет не разрушал пластик иначе он хрупкий становится поэтому они у меня до сих пор в строю и думаю что если буду и в дальнейшем убирать на лето куда-то в тень закрывать чем-то то сани еще послужат в этих саней по сравнению с прошками имеется вот такой острый угол он здесь видимо необходим для того чтобы сделать с обоих сторон сварочный шов но он играет негативную роль конечно это не критично и на эксплуатации сильно не скажется но говорю все равно о таких моментах для того чтобы вы знали короче зарезается немножко например когда вы огибаете какое-то дерево дышло здесь сделано правильно и играет роль отбойника и у вас получается снегоход огибает дерево сани тащит на это дерево оно попадает сюда сани отбойником по идее должно отодвинуть а отодвинуть ему не дает вот этот угол потому что он зарезается упирается в снег короче получается что сани ставят на излом и дерево вот так проходит по днищу но не критично сани не переворачивается это так немного короче в любом случае ездить можно нету такого что упирается на прошках бывали случаи когда полностью упиралась но сани кстати выдержали так что тоже сани довольно неплохие ругать их ни в коем случае не буду все едем потому что это так что это не важно чтобы делать не было